Иисус Христа Как Христос найдет меня в грешном мире И задолго до того, как он будет построен Здесь в городе Краснодаре живет один из близких моих друзей Его Миша зовут, а мы с ним дружили А он женат на дочери вот этого главного архитектора, который это все чертел Не помню, как его зовут И он мне как-то говорит Он говорит, там какая-то богадельня тестью чертеж заказала Ковчег называется Я говорю, а что такое ковчег? Он говорит, не знаю, а ты? Я говорю, я тоже не знаю Ну и все, и на этом все закончилось Я не знал, где это будет Когда он строился, я думал, что это генерал Там воинская часть была Мне говорят, а генерал себе дом строит Вот это дом для генерала И я не знал тогда, что придет время И Бог позволит мне связать свою судьбу, служение С вашей церкви, поэтому я и сказал огромное вам спасибо И, друзья, каждый раз, когда мы приходим в дом молитвы Мы приходим для одной из очень важных Для одной из очень серьезных целей Смириться перед Творцом Мы приходим для того, чтобы учиться смириться перед Творцом Мы приходим, то есть Бог собирает нас посредством Духа Святого В эти прекрасные дома молитвы для того, чтобы мы научились смиряться перед Творцом И еще Для того, чтобы мы осознали Его величие, красоту, силу, обаяние, могущество И подумали А как я отреагирую на это? Как я отреагирую на вот то Слово Божие, проповеди, которое я сегодня слышал? И я очень хочу попросить вас, чтобы это не было, как иногда бывает у нас верующих Услышал, даже понравилось, услышал И положил на полку своей там хранилища И там еще одна информация лежит Я хочу попросить вас, что то, что мы слышим Вы растворили верою и применили в жизни Проповедь называется «Обычное водительство» или «Сверхъестественное мешательство» Вот в теме «Божья воля и мы» или «Божья воля для меня» Я вам скажу, что еще один момент, который связан с церковью Ковчег Впервые Бог побудил меня задуматься над этим вопросом Вот я сидел, где сейчас сестра сидит, вторая лавка, прямо возле этой занавески А здесь был другой человек за кафедром Я в процессе пропады расскажу эту историю И рассказывал, это была сестра, рассказывала, как она искала Божью волю для ее жизни И вот с того момента, будет много лет, когда я задумывался над этим Ну это желание найти ответ на этот вопрос будет подкрепиться еще одной историей моей жизни Встречаются два брата, я просто рядом, это настоящее история, я просто рядом Они даже не замечают, что есть Они друзья, они встретились, обнялись, это в том регионе, где мы жили раньше Один другой спрашивает, ну как живешь? Он говорит, по милости Божьей Пора жить по воле Божьей И вот больше 20 лет я то на сторону этого стану То на сторону этого По милости, нет по воле И вот так вот, до сих пор я не решил Давайте решимся вместе Итак, я хочу начать наш разговор Давайте мы приготовим Ефесянам 5.17 Приготовим, делаем только закладочку Вот так вот, ну вот пальчиком может быть заложим Это будет текст, который мы будем изучать А начнем с вопроса, который я однажды сформулировал следующим образом В теме Божья воля для меня лично В моей жизни, в моей практической жизни Если христианские буклеты не врут То есть нам нужно будет сейчас отвечать на этот вопрос За сегодняшний вопрос За сегодняшний разговор Если христианские буклеты не врут И у Бога действительно есть план Интересный план Прекрасный план для моей жизни Почему он его от меня скрывает? Вот этот вопрос нам нужно будет ответить Почему мы будем об этом говорить? Давайте нарисуем проблему Может быть мы просто сами не надумали себе, что это проблема Ну первое, нам всем приходится принимать решение Сталкиваться с таким моментом, когда мы принимаем решение Где жить? Покупать или не покупать? Переезжать или не перебежать? Выбор профессии Что будет? Выбор служения Выбор по местной общине И мы бы хотели принимать решение так, чтобы не ошибиться Уж точно, чтобы не ошибиться И один из принципов Для того, чтобы не ошибиться, нужно узнать Божью волю Бог точно не ошибается Если я узнаю Божью волю, значит я не ошибусь Вот такой момент Еще один момент, который я сталкиваюсь Во время своего служения Вот примерно я сейчас так вот обобщенно нарисую Немножко с сарказмом Перед человеком открыты все двери У нее уже профессии есть Институт, возможно университет Он говорит, не знаю чем заняться Практическая жизнь Ты сварщик, у тебя получается У тебя же профессия на руках Так, а вдруг я ошибся Ну вот, такое бывает Еще один момент, почему об этом нам стоит поговорить В вопросе, как узнать Божью волю для моей жизни Это более серьезно Это когда христиане устремляются на поиски Божьей воли Когда нужно оправдать свою бездеятельность Свой эгоизм И вот они ждут какого-то особого откровения Такого, знаете, вот мистического Вот понять Нужно что такое понять И этим они оправдывают свое бездействие Свое отсутствие семьи Отсутствие служения Отсутствие ответственности Вот они все время ищут И дрейфуют по жизни вот так годами Один из практических моментов Тоже, который был в моей жизни Богу пришел молодой человек Ему порядка 30 лет было Это лет 20 назад И он Вот я не разбираюсь в мужской красоте А это точно красивый такой мужик И он не женат И мне очень захотелось Он говорит, вот хочу выбрать Ну чтобы была настоящая жена Для этого хочу узнать Божью волю Она или не она И мне хотелось ему помочь Потом, кстати, мне сказали Юрий Иванович, вы случайно не сводник Вот из-за такого активного действия Потому что мы съездили с ним И здесь были в ковчеге По церквям А он видный И сестры, ну это же не вина Они к нему льнут И вот Ну чем тебе это не нравится? И он все искал эту волю Искал, искал И прошло порядка трех или четырех лет И я понял, что ему семья не нужна Ну скажи честно Зачем нужно играть в эту игру Поиск Божьей воли? Он и так прекрасно живет Потом мы расстались Уехали в раз Мы разъехались по разным концам То есть еще один момент Почему нужно ответить на этот вопрос Есть Слава Богу, что их немного Но есть Такая проблема Среди христиан Которые оправдывают себя Поиском Божьей воли Ну например Служение дарами в общине И в нашем разговоре Сегодня один пункт Один Он будет сейчас следующим образом Бога нельзя рассматривать Как вот этот шар Знаете Есть такой шар Я не видел его Видел только в кинематографе Такой шар Его потрясли Там что-то искрицель Так вот летает И он посмотрел И отвечает Медиум такой И отвечает Вот Бога нельзя рассматривать Вот так Что потряс И он точно тебе сказал Что тебе делать Что тебе говорить Куда идти или куда ехать Итак, текст Текст Эфесяна 5.17 Итак Не будьте нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божья Текст, который мы только что С вами прочитали Убеждает нас Очень твердо убеждает нас Что разум Мыслительная способность Играет Играет Огромную Или первостепенную роль В познании Божьей воли Так и написано Итак Не будьте нерассудительны Разрешайте То есть Думайте Решайте Анализ Вот Советский Союз Кто здесь присутствует Помнит В 10 классе Был такой предмет Алгебра И начало анализа В те времена Учили Аналитическому мышлению При помощи цифр Вот Не будьте нерассудительны Но познавайте Что есть Божья воля То есть Разум нам дан для того Чтобы мы им пользовались И рассудительность И я хочу начать наш разговор С определения Какая будет Есть такое всеобщее Конечно это будет общее Мое рассуждение Его в конкретный какой-то случай Очень трудно будет применить Обобщенно Как На современном этапе Люди понимают И ищут Божью волю Обобщенно Еще раз хочу сказать То есть Давайте еще раз посмотрим Почему Потому что нужно принимать решение Потому что я не хочу ошибиться В принимании решения Поэтому я очень хочу Узнать Что хочет мне Что хочет Бог От меня В том Или решен действие И вот тогда Действовать уже Точно по плану Ехать или не ехать Покупать или не покупать Думать Или не думать То есть Бог не ошибается И Вот в контексте нашего разговора Я тоже затрону Меня очень смущает Такой вопрос Почему Братья и сестры Божью волю Так трудно узнать Наверняка Четко Почему Может быть Давайте на секундочку Представим Может быть Он никогда не собирался Мне ее открывать Только представим А может быть Мы ищем не там А может быть Мы ищем там Но не так Тогда как И вот я хочу Предложить Словарное значение Что такое воля Даже дважды Прочитаем Это Современный Энциклопедический Словарь Так вот Способность человека Сознательно Управлять Своими действиями Преодолевать Трудности Для достижения Поставленных целей Что делает Человек То есть Какую цель достигает В нашем случае Это христианин И делает его Хозяином Своей жизни Давайте еще раз Способность человека Сознательно Мы только что В тексте прочитали Вот он еще здесь Написан Что рассудительность Знание Разум Способность мысли Управлять Управлять Своими действиями Преодолевать Трудности Для достижения Того Что мы делаем Что мы делаем Переезжаем Покупаем Поступаем В какое-то Учебное заведение Семью создаем Что делать Чем заняться Этим летом Какую Брать карьеру Может быть Не карьеру А может быть Заняться устройством Своей семьи Тогда как Вот вопрос О выборе Спутника жизни Самый актуальный Самый яркий Самый интересный И вам добавлю Самый смешной На современном этапе Каких историй Только Одной я сегодня Планирую поделиться Каких только Не услышишь А теперь давайте Откроем Эфесянам Первую главу Перелистем Две странички назад Эфесянам Первая глава Одиннадцатый стих В нем Мы сделались Наследниками Быв предназначены По определению Совершению Все Поизволение Воли своей Мы видим Бог Так же Все что он делает Он так же Преодолевает Трудности И делает По воле своей То есть Личность Бог есть личность Человек есть личность Он достигает То есть Что-то он такое делает Преодолевает Трудности Согласно Своему решению Согласно Своей воле Можем мы сказать Что у Бога Есть трудности Ну как-то Трудно С натяжкой Он же всемогущий Но если мы назовем Что человеческое сердце Которое Преисполнено Глупостями То да Он же не ломает Человека насильно Он убеждает Он переубеждает И годами Как мы сейчас Слышали иллюстрацию О музыканте Он же его Не за один час сломал Он преодолел Трудное его сердце Поэтому у Бога Если так Если бы мы его знали Мы уже с вами Поднимали вопрос Что почему Так трудно Наверняка Знать Божью волю Мы даже сказали А может быть Он и не собирается Нам ее открывать Так вот Если бы мы знали То мы бы с вами Не наломали бы дров А в некоторых ситуациях Христиане становятся Богопротивники Вот в данный момент В нашей общине Решается вопрос Одной семьей Молодые люди поженились Вот прошло некоторое время Теперь там столько Начудили С обоих сторон И смело можно Назвать обоих Богопротивниками Но очень удивительные слова Срываются из уст юноши Не было Божьей воли Чтобы я на ней женился Это самооправдание Вообще-то Да Но так утвердительно Не было Зачем женился Если не было А вот не знал Вот как бывает Так вот Если бы знали Не наломали бы дров О чем мы сейчас говорим Мы сейчас говорим Как всеобщее Ну если добавить слово Всеобщее христианство Может быть слишком Но вообще христианство Трактует Понимает Понятие Божьей воли Для моей жизни Я хочу прочитать цитату Из книги Джеральда Ситера Книга называется Божья воля Как образ жизни И эта цитата Просто в десятку попадает Как думает большинство Или не большинство Божья воля Это конкретный путь Приготовленный для нас Бог знает это Что это за путь И хочет Чтобы мы следовали по нему Наша ответственность Состоит в том Чтобы открыть для себя Этот путь Узнать этот Божий план Для своей жизни Мы должны выяснить Какую именно Из множества дорог Следует избрать Найти ту Самую Ту самую Которую Бог Приготовил Именно для тебя Сделав правильный выбор Мы обретаем Божье благоволение И исполняем Своё предназначение И преуспеваем жизни А теперь слушайте Если же ошелёмся То собьёмся Это не совсем верный подход Это не тот подход Это не тот подход Который нужен нам Верующим людям Исповедующим Святое имя Иисуса Христа Вообще-то Я немного исследую Я вам говорил Что я действительно Годами над этим задумался Некоторый исторический момент Заключается в том Что примерно до 90-х В российском братстве Так вообще не думали Там может быть даже редко Об этом думали Это благодаря Или потому что Въехало много Мы не будем ругать Эти миссии Которые въехали Вот это они Повлияли на нас И мы начали так рассуждать Потому что это очень выгодно Можно оправдаться Очень интересно И мы причастны К какому-то сверхъестественному Пропоть называется Сверхъестественное влияние Вот И нам это понравилось Вот так мы и заговорили Но обратили ли вы внимание Что общепринятый подход К поиску Божьей воли Вообще Не говорит о духовности Вообще Он не затрагивает это Нигде и никогда Писание не говорило Где мне жить Где мне жить В Краснодаре или в Майкопе Нигде и никогда Священное Писание не говорило Какую мне выбирать профессию Поступать на инъяс Или на физмат Или кем быть мне По профессии Нигде Но Священное Писание Обращает нас С вами Чтобы мы Имели Нравственную чистоту Правильное богословие Сострадание Радость Благовестие Благоговение Верность Гестеприимство Любовь Долготерпение Поклонение Вера Вот что Бога Интересует в первую очередь Или больше всего Мы так устроены Что Ну вот природа наша Нас толкает на то Что мы в первую очередь Больше обращаем внимание Вот какие-то Видишь Фишки на карточке Да На второстепенно То что О чем Христос сказал Оно приложится Вы о нем Сильно не рассуждайте Вы в первую очередь Стройте И ищите Царство Божие Внутрь вас А то Я вам сказал Придет Значит придет Но так свойственно Мы переживаем За это Об этом думаем И Отсюда Вот у нас Вот такое положение Непонятно Как же узнать Как же узнать Особенно В выборе Спутника жизни Давайте я вам расскажу Эту историю Которая прозвучала То ли в 98 То ли в 2000 году Тогда служение Вел Борис Павлович Я это хорошо запомнил Такую проповедь Сказали Тогда для меня Была она очень значима И я хочу Может быть Эта сестра Ее зовут Наташа Больше ничего про нее Не знаю Она в этом зале Мне бы хотелось Пожать ей руку Когда она впервые Рассказала эту историю Как она искала Они со своим Избранником Искали Божью волю Предназначены ли они Для друга или нет Они Давайте Я может быть Что-то спутаю Я расскажу Конечно же Своими словами Но суть будет Точно Они Еще находясь В молодежном Молодежном служении Уже полюбили друг друга Все знали Что они любят Друг друга И они знали Что они любят Друг друга Ну вот-вот-вот Уже сестры Подружки Ну когда Когда тебе Сделают предложение Да сделай Тут он пришел С армией Уже точно Пора делать И вот он тоже знает Что точно Пора делать Ну как узнать Божью волю Ну как А вдруг не она Да Вдруг И он Студировал Священное Писание Вдоль и поперек Единственное Что он нашел Там Это историю Ревеки Помните Верблюдом Напою Там Хотя Я немножко Потом Думал За такую Награду Которую Она получила Помните Там Сиквизл Я бы тоже Напою Ну не в этом Дело И вот он Говорит Ну где взять Колодец В Краснодаре А верблюдов Откуда взять Ну как В этом И Он получает Откровение Что нужно Прийти к ее Дому Она живет Жила Живет В девятиэтажке Сесть на лавочке И ждать Вот если она В назначенное Время Выйдет Точно Божья воля Это знак Свыше Пришел Сел Просидел Два часа Не вышло А он включается Другой механизм Включается Такое Веру Надо включить Включил Просидел до утра Не вышло Это пятница Надо сильнее Включить веру Ну если я не ошибаюсь Бегал за пирожками Там Позавтракал Просидел до вечера Не вышло Просидел всю ночь До утра В воскресенье Тоже не вышло Все Знак Свыше Значит не она И все Отношение Вроде бы как Охладили Он женился На другой сестре В этом И через несколько лет Он признался Как это было А как было на самом деле В пятницу в обед Приходят подруги И говорят Наташа Там в Тихорецке Свадьба Подруга Поехали Поможем Улавливайте И в понедельник Вместо того Чтобы говорить Поедем туда Будем торговать Получать прибыль Нужно сказать Если будет Божья воля И мы так часто Говорим Вот мне Павел звонит Вчера И говорит Едем Если будет Божья воля Поведем Приехали Ну вот так И вот здесь Вот очень тонкая Грань Но я Еще раз хочу Обратить внимание Что Нравственная чистота Сострадание Радость Благовестие Благоговение Это больше Интересует Нашего Творца И задавать Нужно вопрос Никем не быть На ком жениться Или с кем Создавать семью Не этот вопрос Нужно задавать Самому себе Иисусу Христу А Понимать Что Бог Хочет В первую очередь От меня Поступать справедливо Любить дела Милосердия И смиренно Мудренно Ходить перед Богом Моим Вот это Точно Божья воля Однозначно Сегодня мы О освящении Говорили В тексте Священное Писание Божья воля Святость Ваша Освящение Ваше Это превышен Естественно Естественно Возникает вопрос Как же нам делать А вот что Я еще забыл сказать Если Моисеев Закон При всей своей строгости Объективен И понятен Понятен Например Сегодня суббота Привяжи осла Зачем? Чтобы в яму не упал Понятно Что для чего То закон Божьей воли Для меня Он Субъективен И непонятен И еще не видим Вдобавок И я глубоко Сомневаюсь Что если это так И действует На самом деле Что Бог Будет его От меня Скрывать Как же Этого Достичь? Но я уже Испытывал Говорил этот текст Священописания Косвенно касался Что Ищите Это Матфея 6 глава 33 стих Ищите прежде Царства Божьего Это точно Божья воля Остальное все Прикладывают Прикладывается Это все И Бог Ближнего Как Самого Себя Я на всякий случай Скажу Что любить Бога Это любить Людей Любить людей Это любить Бога Не существует Она на практике Бывает Есть категория Слава Богу Что их немного Людей Которые любят Бога Какой-то Особенной Плодонос Плодов Что Если ты любишь Бога То это отражается На окружающих Людях Мы не видим Так вот я повторюсь Любить Бога Это любить Людей И наоборот Вот что Нужно Говорить Или задавать Вопрос И Последнее Первое Солонкистам 4.3 Этот текст Уже сегодня Здесь звучал Братья и сестры У меня Точно Есть Ответ На вопрос Какая Божья воля Для нас И вот я Сразу Хочу сказать 4.3 Солонкистам Откройте Пожалуйста Текст Который Сегодня Уже Рассматривались Я понятия Не имел Честное слово Бога Беру Свидетеля Что Антон Викторович Будет проповедовать На этот текст Вот хочется сказать Не в одном ли духе Мы готовились В этом Вот она Ибо Божья воля Есть освящение Ваше Чтобы вы Сдерживались От блуды Ну там Конкретный Разговор идет Чтобы мы Освящались Чтобы мы Стремились Самый трудный Процесс Для христианина Это любить Вот я Честно говорю Для меня Это очень трудно Я искренне признаюсь И проповедь Любить Для меня Самая тяжелая Я Может быть За всю свою жизнь Дважды Сказал эту проповедь Я не до конца Понимаю Это Вопрос Освящение Наше Освящение Ваше Вот она Божья воля И еще То есть Другими словами Дом Который вы Купите Или построите Пусть поможет вам Быть Святыми Добрыми Настоящими Профессия Которая вы Выберете Пусть поможет Вашему Освящению Спутника Жизни Которого Вы изберете Мне иногда Молодые люди Задают вопрос Как поступить В выборе Спутника Я шучу Сарказмом Говорю Бери что есть Все равно Ошибешься Правда Правда Кстати У Иоанна Златоуста Есть книга Что Все равно Своё Возьмём Да Совершенно Вот я себе Могу сказать Какого духа Был сам Такую жену Себя нашёл Мы были в мире Слава Богу Мы сегодня У Христа В ладони Потому что Любовь Любовь Божья воля В отношении Спутника Заключается Не Кто там Предназначен А предназначен Ведь как Бог предназначен Для того Чтобы я был Счастливый Для того Чтобы предназначен Бог в семейных Отношениях Воспринимает И использует Совсем другой Путь Цель Вот я сколько Готовлю молодых Бракосочетаний И ещё никто Я говорю Какая твоя цель И Либо отлучает Заученными шаблонами Которые слышат Кафедры Либо что-то угодно Ещё Но цели Как я бы хотел Услышать Не Сказал ещё никто Цель А теперь смотрите Из кинофильма Обед веры Там вот цель Точно Я Потом называется Имя Он или она Беру тебя Для чего Для того Если кто-то помнит Для того Чтобы любить Оберегать И там далее Вот для чего Я тебя беру Поэтому я говорю Какая тебе разница Кого ты возьмёшь Ты Исполняя Божью волю Будешь любить Вот и всё В этом будет заключаться Счастье И ещё последнее Самое возможно Что это самое главное Римляна 8.28 Я просто напомню Уверен Что вы это Тех знаете Наизусть Избрание Помните Что верующему Всё содействует Ко благу Всё Поэтому иногда Не нужно путать Что это не Божья воля Если возникают Какие-то недоразумения Несогласия В семье На работе В церкви В служении Вот ошибся Вот значит Не было в этом Нет Это значит Что Бог испытывает Мою веру И самое главное Смотрите Он не обещал нам Этой благословенной жизни Не обещал Вот такой Что всё падало Чтобы как бы с неба Он Но Он другой Он обещает Каждому из нас Несравненно больше Лучше Прекраснее Знаете что Слушайте внимательно Он обещает Сделать нас Любящими Чистыми Благоговейными Или другими словами Счастливыми Вот в чём его воля А мы с вами Одиннадцатый стих Помните Он всё совершает Преодолевая Трудности И он совершит Эту Божью волю Он сделает нас Счастливыми В Сыне Божьем Аминь Счастливыми 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 Счастливыми